Сегодня у нас в гостях футбольный тренер спортивной школы Олимпийского резерва Олимп Павел Клочков и тренер команды Корсары из Молокова Александр Бизин. И мы поговорим об итогах первенства Ленинского городского округа среди детских команд. Здравствуйте. Расскажите об этом турнире. Как вообще долго он проводится и как проводился в этот раз в связи с коронавирусом? Это второй турнир по счету. Событие, скажем, серьезное, потому что никогда ни в советские времена, ни уже во времена России такого соревнования в районе не было для детей. То есть соревнование проходило в четырех возрастных категориях. Стартовало оно 1 сентября и закончилась 27-го, последняя игра. 27 ноября была последняя игра турнира. А сколько всего команд принимали участие? Всего 35 команд приняло участие из нашего городского округа, плюс Домодедово и из Москвы. То есть это было открытое? Это было открытое первенство района. И из каждого поселения, так сказать, было по нескольку команд, я имею в виду разные возрастные категории? Да, конечно, да, конечно. Александр, расскажите о ваших командах из Молокова. Мы участвовали во всех четырех возрастных категориях, по одной команде принимали участие. И тремя командами боролись за медали до конца, до последних туров. Одним возрастом выиграли, стали чемпионами. Ну, малыши немножко просели, но они маленькие пока, еще не готовы. А где проходили игры? На каких стадионах? Игры проходили в формате Дом-гости. Мы принимали свои игры в острове, в село остров. В гости приезжали к командам, в зависимости от соперника. Играли в третьей школы, в десятой школы, в совхозе, на Владарке. Ездили по всему району. Павел, если подводить итоги турнира, кто победил, кто занял призовые места? Итак, у нас четыре возрастные категории. Самые младшие – это 2012-2013 год. Победителем стала видновская команда «Квазар». Это частная школа победителем. Среди 10-х и 11-х годов у нас стали «Корсары». Это Молокова. Среди 8-х и 9-х годов победила спортивная школа «Олимп». Это видное. И победу среди 6-7-го года «Пираньи» – это совхоз имени Ленина. Церемония награждения уже прошла? Да, церемония награждения прошла. Она, конечно, оказалась урезанная, потому что нельзя сейчас по понятным причинам собирать всех детей. Поэтому на этой церемонии присутствовали только представители администрации, тренера, спонсоры наших соревнований, без которых, естественно, они не могли бы состояться. И, наверное, заключительный вопрос к вам обоим. Какие-то уже есть планы на следующий год? Как проводить турнир? Есть какие-то, может быть, уже задумки? Конечно, задумки есть. Третье первенство обязательно состоится. Надеемся, что все-таки с коронавирусом страна справится. И тогда этот турнир пройдет начиная с апреля месяца до ноября. То есть он уже будет полноценное первенство, скажем так, весна-осень. Не в сжатые сроки. Да, уже мы не будем торопиться с этим. Ну, а зимой мы тоже будем играть. Александр, а вы что-нибудь добавите? Ну, Павел сказал как организатор, а я скажу как тренер. Мои планы по-прежнему участвовать также всеми возрастами в этом турнире. Ну и, соответственно, нужно чуть-чуть места повыше занять в следующем сезоне. Спасибо большое за беседу и желаем вам спортивных успехов. Напомню, что у нас в гостях были футбольный тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» Павел Кулачков и тренер команды «Корсары» из Молокова Александр Бизин.